привет сижу такой фантазирую некоторое время уже перед выключенным экраном телефона на который записываю обзор такой олив клик кричу оля я уже тут это 46 обзоров голове прокрутил проговорил про себя не знаю как что зачем как как начать даже с чего начать на приветствие начни а дальше фристайл вот всем привет пусть это будет фристайл сейчас расскажу тут настроение такое интересное ну во-первых там война продолжается это сучья орда гасят куда попало и вчера я тут и нашу львовскую область обстреляли знатно беды наделали как обычно обычные объекты обычные гражданские люди пострадали но все как как и бывало как и есть и мой родной славянск тоже обстреляли предприятие там одну просто в ноль уничтожена никого там нет кроме сторожей никого нет в ноль уничтожена дома более-менее это цело так москитную сетку сорвала то цветы с подоконников попадали вот как-то так поэтому такое себе настроение потом некоторые комментарии были в группу в телеграме вся черновая его скидывал комментарии некоторые люди какую-то писали мне претензию то я не на том оборудование тестирую надо топовые остыла брать и еще какие-то там были примеры то много воды на канале и встаешь слушать и ни разу не досматривает бедолага мои выпуски до конца а еще сходил на почту недавно это же такой заряд получил потому что но одном из подписчиков отправлял конденсаторы в болгарию и мне отказали в отправлении конверта потому что видите ли она говорит я не sprawль потому что не не правильно очередность заполнения на конверте то есть я написал там черновых александр стритом такой то такой то адрес номер телефона где-то такой не приму это неправильно это неправильно я такой не отправлю в юс какого хера она неправильно где как куда мы знаем как правильно вообще правильно но сначала надо было написать там там свои данные а в конце уже написать там город и украина опять опять боты окружили опять боты опять как это я принципиально залупился понятное дело что можно было по-тихому сказать давай новый конверт я под диктовку запишу как про меня настолько это возмутило потому что блин мне кажется нормальным живым свободномыслящим людям это вообще такая дичь это просто не укладывается в голове такая фигня когда тебе это неправильно так у тебя нет этого ты голый конверт дала там ни одного ни одной строчки нет ни одного поля нет ни одного надписи где будет там фио город страна там номер телефона ну какой-то шаблон нету просто голый конверт как ты мне рассказываешь что правильно мне с китая при приезжать такие конверты пачками приезжают с алиэкспресса посылки так горбато все написано просто иногда надо там ребус расшифровку и все доходит все нормально тут мне лишь ты очередность перепутал сначала написал имя или страну а потом имя надо было имя потом страну прикинь это такой фигни накопилось короче аргументы тоже среди подписчиков иногда пола попадаются такие вот тебе то не так это не так на вот забугорные обзорщики делают и и им так и вот и они сказали что классно или на зарубежных форумах тоже там все классно или люди покупали данные там аппарат или наушники и им нравится блин у меня вообще-то это что тоже ботами пока пахивает хотя это мои подписчики я думаю каждый понимает в чьей адрес это звучит ну блин пацаны ну как-то это не нормально этого ну ни разу не аргумент и тут разные жесткие параллели могут напроситься кто что делает кому что нравится и бросать это не собираются понимаешь ну каждый сам додумает сейчас но это же не значит что это нормально поэтому смотри в чем посыл данного видео как мы его построим точно быть такой фристайл и вот такое вступление я тайм коды оставлю для тех кто торопышка кто-то там ему надо срочно узнать хорошие наушники в данном случае нехороший вот это не сюда не сюда и расхваливать я не буду гибридную технологию эту которую я просто ну не перевариваю я много раз говорил что много драйверы они ущербно звучат кастрировано здесь у нас будет гибрид сегодня это второе это и наверное это будет так как бы для узкого круга людей наверно для таких преданных подписчиков вот наверно все таки и так вчера кстати у миши цирки я был день рождения 55 лет он там ролик такой выпустил это же давно размышлял по теме что хорошо ли когда много очень подписчиков разношерстных или когда у тебя вот как небольшая семья буквально там до пяти тысяч подписчиков тоже такую философию толкал интересные мысли кстати кто не видел ролика можете посмотреть миша прикольно так все все разложил такого для тех кто просто пришел что-то быстро услышать и такое услышать то что хочет услышать не оставайтесь здесь перейдите в описании к этому ролику я оставлю ссылку на обзор вот этих наушников там джим кара в котором вам скажут что это эти наушники это шаг вперед это прогресс это развитие технологий и эти наушники лучше тем чем триповина лина это и танжим хана вот не забудьте только лайк поставить за то что я предоставил вам информацию нужную приятную уху вот и в общем спасибо за просмотр хоть и короткие за лайки переходите там кушать эту информацию вот для остальных поговорим сегодня здесь что хочу сказать данные наушники приехали из магазина из магазина orange аудио store классный магазин да у нас тоже отношения прикольно они там делают мне скидку навстречу идут быстро отправляют все рассказывать чтобы я привлекал подписчиков они по идее должны делать скидки пробуйте делайте неоплачиваемый заказ я ссылку на товар оставлю в описании я не забыть ли вас желание купить там джим кара после этого обзора но тем не менее магазин большой предложение много масса и в общем говорите что пишите чтобы с этого канала может вам пойдут на на встрече сделать приятную скидку так обо всем по порядку все приходят из orange аудио store данные там джим кара гибридная конструкция смотрим фристайл я не готовился абсолютно даже не смотрел сюда на заднюю часть коробки с характеристиками вот видим там графики чеха можете на паузу поставить воспользоваться там google translate посмотреть так распаковка мне кстати уже было на канале но еще раз для кто не видел в новостях вот такая вот такая штучка внутри конверт с чем-то конверта с макулатуры читать мы не будем так здесь были наушники дальше классный чехол кстати да не буду так то я так завелся немного ввиду обстоятельств таких в общем классный чехол жесткий такой кайфовый кейс на магните комплектация подача самих наушников классно классно здесь вот амбушюры кстати амбушюры хотел отметить отдельно что очень да там больше ничего нет у нас амбушюры хорошие амбушюры в комплекте хороши хороши они тут подписаны у нас как они у нас подписаны типа bass enhancing и требовал то есть для больше для разрешения для деталей и они здесь отличаться тем что они с таким широким выхлопом еще какие-то там насечки что-то по ходу по принципу но не по принципу спирал дот но похоже классный широким звуководом кстати хороший дом амбушюр они как бы и на самих кара неплохо сочетаются с наушниками и вот такие вот вроде бы ничего особенного довольно таки тонкостенной трубочкой резиновой тоже кстати хорошо звучат поэтому за амбушюры лайк точно тут поставлю хорошие амбушюры комплектный кабель который ничего особенного этом звуке не услышал может быть на каких-то других наушниках было бы хорошо я не думаю что это наушники так такого класса что прямо там не на кабель стоит подобрать все-таки стоит но кабель простоват как по мне но как часто это бывает это не проблема данной модели конечно же потому что и в разы более дорогие наушники имеют кабели гораздо более простого класса нежели сами сами наушники кстати эти наушники стоят болен как бы не соврать то ли 170 долларов то ли 180 в общем такая ценовая категория 100 плюс но 150 скажем так ценовая категория этих наушников дальше я пока покажу сразу такой кабель который уже много раз покалывал серебро не особо чистое там какой-то 4n по моему от xinx вот восьми жильные кабели метровой длины я заказывал специально покороче потому что но все влияет на звук сечения проводника понятное дело там чистота и изоляция там прочее навивка плетение это все ну и в том числе длина мы представляем на метре длины витого кабеля это все расправить там наверно будет как минимум там 1 1 5 1 6 метра то лишние длины или лишние потери информации заказал метровый вот просто вот он стоит 25 баксов 25 долларов на танжим кара кидаешь прин разрешай к вы приходит больше слышно больше человек на человека просто начинает походить они просто как радио . какая-то звучит как-то пространство открывать поэтому мне даже недоумение ну лайфхак производителям вот возьмите у xinx вот этот 25 долларовый кабель который 25 долларов для обычного покупателя и кладите вообще ко всем наушникам в мире просто но так как один из примеров вот просто кабель стоит 25 баксов для обычного покупателя то при оптовых закупках наверно будет стоить там 10 долларов почему него не ожидает тоже кумарня вот это с этими кабелями причем ты покупаешь дешевые наушники там дупло кабель комплектных дорогие покупаешься но дупло кабель комплектный как это работает почему это что-то за фигня вообще короче много раз обсасывали мы эту тему очередной раз так вот крик души думать что за фигня вообще такое дело дальше амбушюры с которыми я слушал это родные тоже еще одни из комплекта неплохо не спелись с кирай клариан прямо вот кирай клариан здесь хорошо подошли и кстати тоже orange аудио store продавали кабель 7 герц я наверно буду скоро его показывать складышами буду в тесте вкладыши для 7 герц они там продают отдельный кабель я уже не ранее раз его светил и кладут в комплект в подарок набор амбушюр кирай клариан кстати мало молодцы orange аудио store магазин очередной раз хвалю и амбушюры spiral dot как референс как амбушюры которые показывают показывают вам на что способны наушники для меня это все-таки референс я всегда начинаю прослушивание любых наушников с амбушюр spiral dot считаю это самыми правильными самыми честными насадками которые есть вот как точка отсчета если чего-то не хватает тогда мы уже начинаем искать другие насадки которые форсируют какие-то там частоты или же наоборот там при при тупляют вот теперь сами наушники гибридная конструкция вот там динамо стоит звуководы разной длины и динамо вот сюда идет звуковод понятно в носик никакого зацепа здесь нет амбушюра просто в натяге цепляется никаких бортиков здесь нет интересные втулочки металлические сделаны то есть эстетика подачи конфигурация все это дело ну просто класс да тут как кайфово ничего не скажешь интересно прозрачное окошко где мы видим этот болен кроссовер то есть сбоку видим есть она керамический конденсатор 1 2 3 4 пара резисторов для того чтобы видать чуйку сбить может то то той же арматуры не знаю в общем тут низкочастотный драйвер среднечастотная арматура и выскочастотная арматура все по классике трехполосной систем интересно так сделала кстати вот басовичок еще выхлоп идет вот сюда не компенсационное отверстие но просто просто в общем короче акустическое оформление вот так вот сделать не все звуковое давление динамо идет тебе в ухо бьет а именно так разреженная 2 пиновый коннектор ну вот то что мы имеем короче смотри инфа для своих просто вот расскажу что что на душе то что на уме то что в голове очередной раз очередные гибриды очередными драйверные наушники нахера вот мне просится вообще так сказать просто нахера это все понятно трехполосная конструкция типа каждый драйвер отвечает за свой участок а чиха ну блин ну если вас кривые руки понимаешь и в этом глухонемые когда вы делаете эти наушники зачем еще и цену такую ставят короче уши обычный типичный типичная настройка или типичный звук от гибридов на моно драйвера куча звуков которые ну в принципе нормально не здесь согласуются нет перекосов каких-то они слушаться все целостно более-менее целостно но блин мне такое ощущение что у каждого драйвера такой спад просто он сухую информацию дает как каждый драйвер дал кусок сухой информации все протяженность не мы такого не слышали что такое протяженность что такое плавное нарастание сигнала правильно так и естественно нарастание сигнала где-то быстрее где-то медленней затухание не мы такое не слышим на на даче хоть нам надо чиха взять эту график вложиться куда-то показать что мы лучше чем алина мы лучше чем танжим хана хер нам вам наворотник они лучше ни хера не лучше одна драйверная динамо и танжим хана и алина просто разорвут эту кару в пух и прах вот такой вердикт даже по по данному обзору можно сразу сказать просто нет без шансов просто без шансов вот этот кроссовер кроссовер то есть резистор 1 я уже говорил когда-то размышлял там на какие-то джейки уфа упал наушники меня были я повторяю они просто берут драйверы и берут как кроссовер и снимают а чиха все это никто не слушай или воткнули в в уши ребята с поднебесной ну вроде нормально нч середина и все вроде бы ничего не выпячивается все нормально значит нормально график показал что все звучит все давай скармливать народу давай конвейер запускаем сколько там цена сколько 20 долларов они не давай 180 то давай 180 хорошо пускай так поэтому динамики надо подбирать по чувствительности они душить один высокочувствительный динамик резисторами это касается не только даже этой модели это просто к рынку относится я говорю обзор фристайл это относится ко всему это к акустике то же самое относится поставили пищалку блин с офигенной чуйкой а блин она громче звучит чем средний частотник или там средняя низкочастотник давай и придушим резистор до 5 он поставим резистор давай поставили резиса все в че пропали воздуха нет протяженности нет она чверкает на чеха показывает там 10 килогерц чверкнула то все значит хватит а дальше там народ не нифига не слышит то источники у них там дупло нифига не 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 поймут что у нас тут пищалка все потенциал есть а раскрыть мы его но не раскрываем потому что нам было лень подобрать по чути драйверы понимаешь чем прикол это каждый он один резистор по по всей видимости на один драйвер другой резистор другой драйвер все уже потеряли мы уже потеряли но прикинь мы боремся за разные кабели импедансы там эти кабели там емкость там все чтобы это не чтоб кабель не был кроссовером тут сопротивление меряем но и обзорщики в том числе рассказать какое там сопротивление этому у кабеля такое ли сякое там 0 3 ома или 0 15 вам в результате кто-то сюда в шарашил к примеру но это можно маркировку ставить я не смотрел честно я не смотрел не расшифровал ну просто я как в акустике за а давай поставим 5 ом а давай 10 он поставим ли лишь бы что по чеха срослась ну блин ну разве это не дичь разве это не вредительство не диверсия чистой воды но прикинь точно также посмотри поставили сюда низкочастотный динамик да блин то тут низа нет понимаешь ну правильного низа нету он хлопает щелкает стреляет там да типа техничный техничный щелк ты услышал там щелчок но сухой звук понимаешь сухой ляп 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 нету дыхания до акустического оформления нету низкочастотник но нету он у залиты это все это цельная фигня тут даже нет полости понимать ему некуда дышать дальше кроссовер дальше эти стрёмные арматуристы и он просто шарашит сюда и и назад все нету акустического оформления какой тут будет низ он будет короткий динамик динамо должна дышать должно быть акустическое оформление должны быть послезвучие акустика должна быть затухание эти все должны быть дыхание его моё ё-моё они просто стреляет этот низкочастотник как будто он там блин в диаметре 5 миллиметров понимаешь ну херня получается на постном масле блин вот это я обзорчик делают магазин будет не очень рад наверное orange audio store напомню вам вот поэтому дальше элементы кроссовера керамические конденсаторы ну сука дичь ну понятно что smd но керамический конденсатор но его же сразу слышно мало того что арматура сама по себе шелестящий призвук имеет ну хорошая то может быть не имеет но керамика провоцирует этот призвук понимаешь но я блин занимаюсь апгрейдами тюнингом источников да блин вот так просто даже не в аналоговом тракте просто в питании ты возьми ту точку у себя питание просто точку питания там операционного усилителя к примеру и ну где там кабель например подходит оторви этот кабель поставь керамический конденсатор завяжи его на землю вот так вот такую хрень такую блоху поставят как здесь в кроссовере да у тебя сейчас у тебя сразу пропадет и низ пропадет и вверх пропадет все будет вот так просто четко типа технично но пропал низ послезвучия нет он сухой а на чипы появлялись еще такой сухой призвук это керамика сушит звук керамика звук сушит тут тебе пожалуйста на вагообразие 1 2 3 4 я не знаю как получилось у этот и каш 300 блин там тоже такой кроссовер может он вообще там для красоты у них на фейсплейте разместили тот кроссовер тому не за как там получилось не задушить просто может быть потому что он этот динамик просто динамо одна была без арматуры я не классно звучат и qh-300 кто не видел обзора посмотрите кайфовые наушники не там стоят вообще децел 1300 там тебе там 1800 гривен в зависимости там от периода магазин так там блин ну там все есть там трехмерность там все классно тембры очень приятный масштаб нагнетание эмоций там все есть хотя обрезаны чувствуется что края подрезали но тем не менее на как-то не вульгарно это слушабельно это музыка здесь набор звуков набор звуков которые вот они вроде бы складывается в композицию с кабелем вот этим xinx очень вроде бы неплохо но все равно ну как-то ну головная боль начинается понимаешь укорочена все но это не я такое рекомендовать не могу короче под не буду затягивать скажу так наушники фонаревые но фонарь для каких-то голимых источников простых источников для того чтобы они так ни пиков никаких не всплеска не динамического диапазона не показывают такое просто сухая информация сухая информация поэтому имейте ввиду при покупке этих наушников просто сухая информация типичная настройка задушенных набора задушенный драйвер вот и все я думаю всем доступно и понятно и короче никакая там не алина не танжим хана не почувствует угрозы себе вот в виде этих наушников кто сидит на хане и на линии вас поздравляю это правильный выбор теперь дальше получил я свисток от лиху от лиху это да 1 до 2 у меня был на обзоре вот он пока у меня на руках поедет потом еще кому-то отправлю послушать хорошие заготовки для тюнинга весьма неплохие здесь до 2 у нас баланс не баланс 2 и 5 и 3 и 3 и 5 44 93 цапы там и там стоит отличается младший брат только тем что здесь просто 35 выход и по звуку они я уже не помню как и звучал точно 35 выход в 2 втором но я так понимаю они плюс минус равны по уровню мне тогда 35 здесь не понравился здесь мне тоже 35 не понравился вот потому что звук просто простой чип отличный стоит чип просто отличный просто засилие вот этих smd компонентов причем один на одном гораздо проще выкинуть 10 штук и поставить один хороший более габаритный элемент который не будет так жрать информацию не будет какого-то своего призвука вносить поэтому звук в принципе тонально тембрально очень приятен хорош но 44 93 хорошо здесь звучит брал его в официальном магазине и этот и этот и жаль что до 2 числится только одна единица в наличии я рекомендую на покупку как заготовку для апгрейда этот до 2 после твика получился выдающимся в плане вот он как бы уникальный особенный не выдающийся потому что это характеризует как бы абсолютное качество звука нет именно уникальным и особенным я говорил этого в обзоре он в том смысле что при таком размере вот при таком размере он демонстрирует немного разный звук с баланса с небаланса с баланса он такой вальяжный вяловатый какой-то не артикулированный но максимум настолько свободный трехмерный и пространственный ну вот прямо комфортно ну класс просто класс с баланса он конечно более живой более динамичный более мощный такой но все равно от это кайфовая такая подача ну прям я жарю как как сидюки раньше играли по плееры что-то я тогда вспомнила соньку волк на вот это класс это классный результат прямо супер вот смотришь на него вот так вот подключаешь вкладыши или небольшие накладные наушники ну просто блин вся комната наполнена звуком то есть с этими же десятыми это епз тоже он классно сыграл прямо ну залипательно просто понимаешь залипательно потому что я мозг понимает пропорцию звуковых образов понимаешь ты вот на дело у тебя инструмент это инструмент а не звук инструмента не чверкнула что-то там прозвучала тарелка в пространстве тут гитара вот она вокалист запел ты чувствуешь живого человека вот он образ перед тобой большой человек то в стоке когда мы слушаем вот этот тембрально все классно но ты слышишь лишь точки источники звука точки сын из просто с характеризующий какой-то инструмент звуки характеризующий инструмент визуализировать ты его но не получится потому что окончание задушины обрублены и потеря информации то есть разрешение низкая получается из-за этого из-за этой потери информации образ мельчит он сразу меньше становится все мельче и ты просто слушаешь радио получается просто нормально тембрально приятное радио вот и все вот поэтому опять таки это относится к этому свистку и так как ко всему рынку ко всему рынку пора научиться им готовить нормальные устройства это раз а нам и как потребителям вам всем рекомендую начинать понимать что мы не звуки слушаем не звуки нам нужна композиция в масштабе в динамике в вот этой в пространстве в объеме ты должен слышать инструмент в акустике помещения где его записывали а не просто набор звуков инструментов которые разрознены развалены композиция не складывается понимаешь звук должен дышать свободой должен наполнять наполнен так как этими тембрами полутонами чтобы ты чувствовал эту энергию каждого инструмента ты должен настроение эмоцию вокалиста слышать я должен это будоражить ты ты не чтобы это невозможно было не слышать вот это уровень хотя ну как бы такое требовать от свистков каких-то может быть за нато ну а зачем тогда не нужны я говорю телефон хороший телефон имеет преимущество в том что он не задушен не задавлен он не имеет такой артикуляции телефон он не имеет такой мощности артикуляции каких-то источников звука но телефон вот у меня mi9 lite xiaomi он 3 5 дырки звучит приятней свободнее он тоже мельчит вот но он свободнее у него такие затухания более длительное пространство прорисовывается вот поэтому я говорю что некоторые телефоны имеют преимущество даже над такими свистками которые в какие-то параметры вкладывали заморачивались вкладывали в параметры паспортные какие-то цифры и это только боком и мы вылазит поэтому но ссылки поставляю нам ну на эти свистки хорошие свистки приятные но ничего особенно вот но до 2 после твика получился крутой этот я еще не вскрывал еще посмотрим что там будет так я думаю все это понятно дальше и в заключении так кстати кабели пола положил от иваницкого просто очередная партия там приехала еще сегодня наконец-то мой серебряный приедет и вот и положил sound reality сюда сегодня кто наблюдает там за улык сам ну житель украины там я не знаю но принципе ближнее зарубежье там уже сколько она у меня этих xd уже поехала по европе просто капец никогда не думал что такое будет вот поэтому sound reality прошу подписчиков обращать внимание игорь активизировался просто разродился буквальном смысле просто разродился в группе кидал там его некоторые объявления и цапы там и усилители и наушники вот я взялся за изготовление наушников за изготовление и за апгрейд наушник за апгрейд то есть у него там есть и хай файмэн и 400 а крышки там 712 еще какие-то и и пионеры и шуры все это в стоковом состоянии есть и в апгрейде их у кого есть возможность в киев съездить я всегда говорил съездите это гораздо дешевле даже если ты на краю страны у нас находишься и ты выбираешь себе стационарную систему или какой-то элемент системы или те же сейчас наушники гораздо будет дешевле взять билет на поезд до киева и съездить к нему чем годами от без привлечения ну все же знают это пытку аудиофил должен страдать годами перебирать вот этот ширпотреб который рынок при нам предлагает собрался поехал пусть даже хату снял там на сутки вот а лучше он приехал в субботу договорился на прослушивание к нему приехал в середине дня до вечера слушал вечером на поезд чирки погнал домой все супер ответов для себя получил просто вагон понимаешь ты это как на семинаре образование за за час за полтора за два ты получишь просто образование получишь столько ответов на вопросы которые грузом тяготили много лет вот прям не стесняюсь говорю я сегодня поговорил ну настолько чувак правильный живой я вчера от подписчиков там получала сообщение кто мне доверять кто тоже принимает мой звук а мой звук это сима не на звук он меня научил так слышать он мне это все как бы вложил в меня и мне звонят саня да это супер мужик ты шо я с ним там поговорил 20 минут ройку саня то он то-то то-то я уже записался к нему на прослушивание думаю блин пацаны вы офигели я сам с игорем давно не разговаривал набрал его сегодня говорю так ну шо там супер дядя игорь борисович я вас приветствую тут подписчики с вами там беседуют давайте поговорим немножко как дела и как говорили там ну буквально там 40 минут полчаса может быть даже на одной волне понимаешь он начинает я заканчиваю я начинаю он заканчивает фразу по наушникам и продемпирование этих динамиков поговорили блин ну просто все логично и понятно кайфовый живой человек были вот про кабели там еще там про все блин ну все настолько совпадает супер это уникальная возможность получить много этих ответов съездить в киев в к саунд реалити к игорю в мастерскую и послушать там кому что нужно кто-то кабели свои брендовые повезет для сравнения с его кабелями там акустическими или межблочные кто-то пустику свою там пусть небольшую там захватит кто-то возьмет там цапы берите свои съездить съездить и получите много ответа короче снова за саунд реалити двумя руками за красавчик просто красавчик игорь желаю только развития и и удачи ему на этом поприще я думаю что-то возьму него тоже на обзор он кстати ананду взял ананду как точку отсчета просто он говорит пускай люди приходят слушают ананду очень не слабые наушники очень неплохие мягко говоря вот и потом сравнивать с тем что я сделал апгрейтом на планары и там на динамо на какие-то у него там вообще какая-то уникальная серия будет там у него есть уже планары по моему готовые с сопротивлением в один килоом вот короче там есть чем поживиться у него поэтому не брезвый фух так полчаса от от фристайлил от фристайл спасибо всем кто был его настоящая его блин настоящее сообщество семейная группа такой канал тесным я думаю эта связь будет только только теснее в будущем вот всем спасибо ставьте лайк подписывайтесь переходите в описание к это видео если вы сегодня впервые зашли на это видео и познакомились со мной в таком эмоциональном формате я все это про вещал но думаю думаю кто до конца досмотрел не пожалели не пожалели спасибо там мы lx группа telegram чернов его карты для донатов поддерживайте пожалуйста канал на развитие всех благодарю плюс поддерживаем засылу этих ублюдков надо отсюда нагнать просто сука каждый день делает горе и просто капец вот поэтому всем на связи всем пока надеюсь скоро увидимся в обзоре награда